В Париж Маяковский впервые приезжает в 1922 году. Этой его поездке очень поспособствовал неутомимый открыватель русских талантов Сергей Павлович Дягилев. С Маяковским в Берлине они часто встречались на его выступлениях, сидели в кафе, разговаривали об искусстве. Маяковский увлеченно читал стихи, а Дягилев не менее увлеченно его слушал. Возможно, именно тогда родилась идея поездки в Париж. Маяковский задумал серию очерков о французском искусстве, и Дягилев помог ему в этом. Поэт посетил осенний салон, побывал в художественных лавочках, художественных мастерских Пикассо, Делане, Леже. И, конечно, встретился с друзьями своей юности Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, в которых, кстати, впервые для европейской публики открыл все тот же неутомимый Сергей Павлович Дягилев. Маяковскому тоже было чем отчитаться перед друзьями. Он возглавлял Левый фронт искусства и искал новых коммунистических путей развития современного искусства. Может быть, поэтому французская живопись показалась ему слишком салонной, следовавшей вкусам буржуазной публики. И в то же время работы друзей Ларионовой и Гончаровой радовали. Он считал, что революционеры остаются в искусстве таковыми до конца. В своем очерке он писал так. «Когда смотришь последние вещи Пикассо, удивляешься красочности, каким-то карусельным тонам его картин, его эскизов, декораций. Это, несомненно, влияние наших красочников Гончаровой и Ларионова». Французские художники восторженно принимали поэта, дарили ему репродукции своих работ. Ларионов и Гончарова тоже сделали это. На заключительном банкете, устроенном в честь поэта, приветственное слово от имени французской публики произнесла Наталья Гончарова. Сразу же после отъезда Маяковского Михаил Ларионов писал ему «Берлин». «Милый Владимир Владимирович, посылаю тебе два портрета. Один в ресторане, другой вообще, хотя и имеет вид наброска, но я за него стою очень. Он передает Маяковского в Париже». В Париже до сих пор идут разговоры о вечере и прочитанных стихах. Маяковский на втором слове. Листы из альбома, который Маяковский увез с собой, были воспоминанием юности, когда шли поиски нового, неоткрытого. Маяковский на втором слове.